Артем Шиенин. Кто? Десантник? Ветеран? Дерзкий телеведущий? Или нет? На этом канале целых полгода не выходило никаких видео, ну а теперь хороший повод снова начать вещать в массы. Поэтому подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и видео будут выходить теперь регулярно. В этом видео я буду говорить на русском, так как мне кажется, для россиян эта информация будет не менее полезна, чем для украинцев, а то даже и больше. Ведь в Украине этому инциденту уделили внимание не больше двух-трех сайтов, а вот на России это десятки видео, в том числе у Толи Шарья и сотни статей на российских сайтах. Я специально выждал три дня, чтобы они успели завраться в своих оправданиях, но они не знали, что у меня есть запись инцидента. Ну что, поехали? Три дня назад я был в красивом итальянском городе Верона. И угадайте, кого я там встретил? Одного из адептов, рупоров русского мира. Ну конечно, где же еще можно встретить ненавистников Европы, НАТО, как ни в центре Европы, стране члена блока НАТО во время шопинга? Про тот звездец, который происходил у меня в голове, когда я увидел этого человека. Я рассказывать тут не буду, я рассказал о нем в подробностях на своей странице в фейсбуке, ссылка будет в описании. Можете перейти и посмотреть, там очень хорошо можно понаблюдать за работой кремлеботов. Сразу перейдем к делу. Наш десантник, ветеран, дерзкий телеведущий, как настоящий милитарий мальчик, был одет в центре Европы в камуфлированные штаны, в цвета хаки и койот, в тактические очки. На нем, на нем был даже кошелек камуфлированный. Наверное, на нем даже трусы были тактические. На войну ехать кишка тонка, а форму носить любит. А почему вы не поехали воевать на Донбасс? Не делай карьеру, да, чтобы не смотреть, кто циферки, а кто стрелочки. Вот, как обычный солдат, поехали вы. Я вам могу сказать, что как обычный солдат я поехать не мог, потому что я не являюсь военнослужащим, и их там нет. Добровольцем. Добровольцем, ну, понимаете, на тот момент, когда все это началось, мне уже было столько лет, и... Ну и что? Захар Прилепин тоже не юноша бледный, со взором смущенного, но поехал. Ну, Захар Прилепин, надо сказать, что тоже не в 14-м году поехал. Ну, на 9 лет вас, конечно, младшая, но тем не менее он все-таки поехал, хотя тоже не юноша. Поехал, поехал, поехал. Почему не поехали вы? Ну, потому что на тот момент, когда поехал Захар, я вполне себе нахожусь на передовой этой войны. Это что вы имеете в виду? Это я имею в виду ровно наш с вами разговор, который слушает часть наших зрителей. То есть вы серьезно сравниваете полемику на телевидении, на радио с боевыми действиями в Донбассе? Пусть другие воюют, а он денежку будет зарабатывать. А теперь видео. Я его сделал максимально приближенным к той версии, которую везде озвучивал сам Шиенин. Ну, чтобы не обижать его уже совсем в край. Ну, в этой ситуации что отвечает взрослый, здоровый, психический человек? Что, ну, слава богу, что мы именно в этом месте, а не в другом. Ну, хотя в другом месте, бог его знает, как бы все закончилось. Но мы в этом. Понимаете, в чем дело? Поэтому хорошо, что мы встретились здесь. Спокойно. Нет, я прошу, Артем, я прошу тебя. Артем, пожалуйста. Ты думаешь, я языком не могу? Ты думаешь, я языком не могу, Майкл. Ты чего меня провоцируешь? Ты чего меня провоцируешь, друг мой? Я ж тебе сказал сидеть. Вот что вы сейчас делали? Вы кем сейчас себя показали? Вы же хотите себя показать цивилизованным человеком. Да, у меня бабушка, блядь, украинка, и дальше что? Хватит тарать, а то сейчас накормлю. Так вот. Ты, падла, ты войну пропагандируешь, сволочь. Я войну не пропагандирую. Жалко, что мы не взяли Мариупол. Жалко, что мы, мы, это кто? Это Россия, это ты сказал. Выдал себя с головой? Я ни с чем себя не выдал. Я сказал, и могу это повторить, что если бы мы это сделали в четырнадцатом году. Мы, это кто? Мы, это Россия. Мы, это Россия, да. Надо было. Ты че меня сейчас спровоцируешь, дядь? О чем вы разговариваете? Вы войну видели? Я три года провел на войне. И я два года в Афгане провел. И я знаю, о чем говорю. Потому что я воевал за свою страну. А ты в Афганистане? И я вас на ты не называю. И учить меня жизни не надо. То есть вы понимаете, что выходя в эфир и расставляя определенным образом акценты, вы в том числе, теоретически безусловно, сподвигаете неких молодых людей из России добровольцами поехать в Донбасс? Я никого ни на что не сподвигаю. Я предлагаю людям, которые смотрят с той или с иной, ну как бы так сказать, позицией мою программу, я им предлагаю, если им нужно еще кому-то из них самоопределиться, я им предлагаю, собственно говоря, самоопределиться. Ну что мы с тобой выглядим, как два идиота, стоя посреди Верона? Ты веришь, что... Да верю я во все, верю. Я верю во все, что я говорю по телевизору. Что ты знаешь просмотреть? Что ты знаешь просмотреть? Давай не будем меряться писюнами, кто что видел. Давай не будем меряться писюнами. Это ж ты начал меряться писюнами. Ты пропагандист. Ты подошел ко мне, начал меряться. Ты по твоей вине умирают люди. Слушай. С обеих сторон. Слушай, это в твоей стране по вашей вине умирают люди, среди которых умерли и мои друзья. А ты мне в рожу улыбаешься, блять, дебил. Да пошел ты... Тихо. Клянусь, убил. Отрезал бы голову, сука. Понимаете, какой он в студии? И какой он на улице. Без камер, охранников и зрителей. Нет, я прошу. Ты че? Артем, я прошу тебя. Ты че? Артем, пожалуйста. Ты думаешь, я языком не могу? Артем, пожалуйста. Пожалуйста. Ты че меня провоцируешь? Ты че меня провоцируешь? Артем, я тебя очень спрашиваю. В студии его не оскорбляют, не унижают. И тем не менее, он прыгает на людей с кулаками в прямом эфире на федеральном канале на миллионную публику. А тут ему обплевали морду, он утерся, улыбнулся и ушел. Студия, улица, все логично. Я убивал, дальше что? Убиваешься, блядь, дебил. Да пошел ты, сука. Клянусь, убил. Отрезал бы голову, сука. Как говорила моя бабушка, когда я был маленький, в студии ты герой, а в Вероне пред укропом хуй простой. А что ответила жертва российским порталам об этом инциденте? Видел он какое-то время, видимо, за мной наблюдал. Он меня фотографировал. Думаю, что те люди, которые были с ним, еще и продолжали фотографировать, когда он, так сказать, уже начал провокацию. Ага, слежка со стороны моей правой руки, зажатой мне камерой. Убиваешься, блядь, дебил. Да пошел ты. А свои конспирологические теории он строит, исходя из вот этих фотографий, сделанных девушкой-гидом, которая работает в турфирме, которая в этот момент шла со мной. Едем дальше. И до этого, собственно, читал его интервью и видел его многочисленные ролики, еще когда он служил. Он, при всем том, что сейчас мы находимся по разные стороны баррикап, человек, он не пропавший. Я надеюсь, когда-нибудь придет к тебя. А вот тут не нужно. Все мы знаем, что чем хуже о человеке говорит российское телевидение, значит, тем достойнее это человек. А если российское телевидение начинает говорить об этом человеке что-то хорошее, то значит, что-то с ним не так. так. Поэтому хорошая попытка, но не пройдет. мужественный, сильный, дерзкий, как поносы резкий. Поэтому хорошо, что мы встретились здесь. В общем, я надеюсь, что мне удалось вам объяснить, насколько это мерзкое, мелкое, лживое и лицемерное существо. Дерзкий телеведущий с крутым бэкграундом. Ветеран Афгана. Десантник. А на самом деле бедное создание, продавшее свою душу за деньги, сам поверивший в свое мужество и постоянно пытающийся поверхностными нюансами, как, например, камуфлированный прикид в центре Европы, доказывает себе и окружающим, что он сильный. На примере этой ситуации можно хорошо рассмотреть работу российских кремлеботов. Еще в пятницу, с той стороны, об этой ситуации все молчали. Но зато в субботу, как по отмашке, утром активизировались все. Ши Нин дал интервью, российские СМИ начали об этом писать, десятки видео в ютубе и даже Толя Шри появился на горизонте. Но перед тем, как выпустить свое видео, Толя написал мне в фейсбуке. Потому, как сформулировано сообщение, я подозреваю, что этот клоун думал, что я отвечу и можно будет помахать перепиской в видео. Толя, я не шизофреник, я не разговариваю с животными всерьез. Сначала Толя показывает, какой он смелый, дерзкий и как он готов отстаивать свою непричастность к российской пропаганде. А затем та же риторика, что и у остальных. Во всех российских комментариях, в видео, в статьях, в том числе у Толи Шария, акценты были расставлены на подмене понятий. Не российского журналиста заплевали за пропаганду, а сумасшедший атошник плюнул журналиста и упал в обморок. Толя, честное слово, я не смотрел твое видео. Мне его сбросили в комментарии и так я и узнал о том, что ты его снял. Я спросил, что в том видео, мне люди ответили, что там ты, прямо по слогам, разобрал два моих стрима. В сообщениях ты спросил у меня с издевкой, что я с тобой сделаю, если увижу, а плюю и ты так подколол меня. Толя, такая манипуляция может пройти с твоей публикой, большая часть которой является ботами. Если ты так внимательно разбирал мои видео, ты должен был запомнить, что там была такая фраза. Я не знал даже, как в той ситуации мне поступить. Так вот с тобой, Толя, то же самое. Я не знаю, как я поступлю. Понимаешь, когда я тебя увижу, может быть, да, может быть, я тебе тоже плюну в морду, может быть, я тебе откушу нос, может быть, я тебе вырву кадык, а может, я ничего не сделаю. Я не знаю, Толя, понимаешь, это зависит от такого большого количества обстоятельств, которые просто невозможно предугадать. Поэтому давай мы лучше будем ориентироваться тогда, когда встретимся. Хорошо? Теперь Шейнин. В интернете гуляет твой комментарий, где ты, мол, говоришь, что хочешь еще раз со мной поговорить. Так вот, солдатик, о чем мне с тобой разговаривать? Я тебя спросил. Ты правда веришь в то, что ты говоришь? Ты сказал да. Во что ты веришь? Ты веришь в распятых мальчиков в Славянске? В то, что мы снегирей убиваем? В то, что мы море черное выкопали? Во что ты веришь? Если ты сказал правду, значит, ты даун. И мне с тобой не о чем разговаривать. Если же ты лжешь, то с такой мразью мне тем более нету о чем разговаривать. Ты сам повторил мои слова, что мне от тебя нужно. И тебе в лицо я это повторил много раз. Мне не о чем говорить ни с тобой, ни с Толиком, ни со всеми остальными с вашей братьей. Вы говорящие головы. Вы никто. Я просто хочу, чтобы вы исчезли. А с моей помощью или какой-либо другой, это уже не важно. Когда мне очень горело, я публично вызвал Моторолу на бой. На смерть. Вызываю тебя раз на раз. На смерть. Вот. Жду твоего ответа. 17 марта. Я включу свой телефон с 3 до 4 часов утра. И буду ждать от тебя звоночка. Я не искал с ним диалога, дискуссии и чего-то подобного. Я хотел просто, чтобы его не стало. И вот с вами всеми точно так же. Мне не с чем с вами разговаривать. Я призываю всех, кто увидит этих мразей где-либо, не марать об них руки. Не начинать им что-то рассказывать. А просто подойти и харкнуть им в лицо. И молча уйти. И все. Чтобы эти мрази, которые любят ездить по Европе, знали, что среди толпы людей в Берлине, в Лондоне, в Праге, в Риме, в Вероне, может быть один-два украинца, которые оплюют их дорогие костюмы, купленные за деньги, которые они получили за пропаганду. Пропаганду, которая убивает. Ставь хэштег, плюнь в пропагандона. Вы все еще тут? Ну, в таком случае, я на правах рекламы еще кое-что добавлю. В конце апреля, в начале мая, наконец-то, будет опубликована моя книга, которую я писал больше двух с половиной лет. Поэтому, если кому-то интересно, приходите на мою страницу в Фейсбуке. Ссылка будет в описании. И там будет вся информация о процессе подготовки к печати. ПЕЧАТИ 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 ПЕЧАТИ